Здравствуйте дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Вениамин Вальдемарович! Сегодня мы с вами посмотрим, как профессионал играет на таком великолепном герое, как Сларк. Сегодня на нашем обзоре китайский профессиональный игрок, его никнейм это С.С.С.С.С. Игрок из Китая. На его счету, вообще, ну типа, какое достижение он сделал? Спросите вы меня, почему ты называешь его профессионалом, потому что за всю свою карьеру он выиграл, внимание, 1 миллион и 285 тысяч долларов. Это огромные деньги, это киберспортсмен прямо супер высокого уровня. А недавно, вы можете посмотреть на канале как раз, недавно выходило видео с ЯТОРа, это вот игру примерно одного уровня с ЯТОРа. Это прямо очень крутой чел. Ну, естественно, мы по деньгам судим. Так же, как и футболистов, например, оценивают тоже не всегда по голам, а в первую очередь по деньгам. Потому что если ты плохо играешь, тебе бы не платили очень много, правда? Поэтому футболистам в реальном спорте, не в киберспорте, им платят огромные деньги. Даже я бы сказал не то, что в реальном спорте, а в интерактивном спорте. Потому что, в любом случае, киберспорт это спорт. Не так, чтобы его можно было назвать, там один спорт реальный, другой нереальный. Ну ладно, в общем, наш замечательный игрок СССС, он играет на сларке. У него начальный закуп. Это тангусы. Вот ему, я так понимаю, только что тангус отдавал покушать его напарник на лече. Вот. Вот. Да, было три, стало два. Два уже схавал. Ну, один шарнутый, другой свой. Две веточки, скорее всего, будет покупать себе. Стик, ух ты. И смотрите, боевые действия начинают уже до второй минуты даже. О, я удив... Вы посмотрите, это просто ФБ от Сларкевича. Это реально крутой чувак. Не зря мы все его регалии перечислили в начале игры. И то, что он денег выиграл очень много. О, и сейчас, и сюда, вы посмотрите. И если нету чем убежать... Ну да, он про... Он прохарасил, в принципе, сделал то, что надо. Главное, чтобы враги не подходили, не наглели особо. Это и будет смыслом его лайнинга заработать. Кстати, стрела довольно-таки быстро летит. Я заметил то, что вот в этом патче стрелы намного быстрее летят. Как же он... Как же он душит, ребят. Ой-ой-ой. А вот это, кстати... Вот сейчас Лич сыграл очень грамотно. Вы видели? Магнус хотел увести. Собственно, Сларка. Но Лич его в этот момент. Синистер Гейз использовал. И все, не получилось. Ну, добивает, кстати. Денает жирного крипа. Ну, жирного, так сказал. Знаменос, за которого много золота дают. И врагам немножко подпортил. Малину. Удар нанесла миро, но все-таки не удалось избежать этого баночки. Так и покупает себя Infused Rain Drops. Rain Drops это капли. Ну, типа дождевые капли. А так вообще капли это дропс. Если вы будете покупать себе капли для глаз, вы можете почитать. Там написано дропс просто. Не Rain Drops. Ну, отсюда и вывод, что Rain Drops это именно дождевые капли. Смотрите, как Лич очень хорошо помогает. Вот это тот саппорт, которого хочется видеть на линии. Вот. Хотя обычно Лича не так часто пикают, но... Я сам, как игрок пятой позиции, я обращаю очень много внимания на саппортов. Ну, хороший саппорт это любой вот керри. Ребята, если тут есть керри, кто меня смотрит, напишите в комментариях, сколько процентов от победы. Это лайнинг с хорошим саппортом для вас лично. Потому что меня, например, часто после игр в друзья добавляют, потому что говорят, ты хороший саппорт, очень комфортно с тобой играть. Вот. И я замечаю то, что у меня, например, ММР не так много. У меня добавляют люди, у которых по четыре тысячи, по пять тысяч, и они прямо говорят, ну, ты играешь как саппорт, который играет, вот, хороший саппорт на 5К. То есть не просто чувак на 5К, который еще и хорошо играет, с потенциалом получить еще больше рейсов. И это... И это хотелось бы в комментариях прочитать. Так. Уже ему лечит... Перчатка скорости Сларка уже летит. Опять он подходит. Ну, вот, кстати, вот тут, заметьте, тут очень хорошо себя показывают капельки. Они плюс еще регенерацию маны дают. Хорошую. Так, Легион Коммандер, что-то выходит... Ну, для нас не страшно, потому что... Мы пока посмотрим, чем кто занимается. Мы пока посмотрим... На статистику крипов. И мы увидим то, что 25 крипов. 25, 25, 25, 22, 21. Сларк занимает хорошее место. Так, давайте все-таки мотнем сейчас. Да, все, мы не поиграли уже. Отлично. Так, ну наносит банки, даже несмотря на то, что хп мало у Сларкова. Ну так, ух ты, ребята. Но его, к сожалению, видно от блудсикера способности. Но он себя залечивает. Сам себе покупает лечилку. И... Благополучно восстанавливает себе практически все здоровье. Да? Так и надо делать. Ничего нет стрёмного в том, чтобы взять... Ох, вы, ребята, посмотрите. Тут Синистр Гейс прям супер хороший. Я не знаю. Я просто поражаюсь, насколько хорошо... Насколько хорошая комбинация это Сларк плюс Лич. Это прямо очень сильно. Я раньше, на самом деле, не думал, что Лич может себя настолько хорошо показывать вместе со Сларком. Я всегда думал, что Лич это так просто, чувак, который первый скилл качает. Но, кстати, Лич свой первый скилл не так часто кидают. Он в основном ждет, когда кинуть третий, второй. Вот. Собственно, второй скилл он замедляет. Третий он даже притягивает к себе. Первый замедляет. Ну да, в этом силы Лича замедлить, чтобы в этот момент... Чтобы в этот момент что-то делать. Так, ему нечего, человек даже в момент записи пишет по поводу... Да, я не знаю, как сделать так, чтобы не видеть его сообщение, но пускай, пускай. Для истории, для прикола. Не будем на него отвлекаться. Вот, в общем, так сказать, красивый питомец. На миду, кстати, тоже все нормально. И это, если я не ошибаюсь, это первая смерть Сларка. Да, 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 это 3-1. То есть, в четырех убийствах он поучаствовал, в трех из них стал убийцей. Вот. И один раз он погиб, к сожалению. Вот. Поэтому... Что можно по этому поводу сказать? Все делает правильно. И уровень хороший, пятый. Ну, довольно-таки часто прямо напирает, когда мало хп. Это, я думаю, вы тоже заметили. Ну, и собирает. То, что он собирает, вот это меня больше... Ох-ох-ох-ох. Не-не-не. Вот это вот такой толпой, я не знаю, реально ли тут хоть что-то сделать. Но он хотя бы убивает чувака. Ох-ты, ему личинку кидают, и он начинает отжор делать. Давай-давай-давай. Сларк, ты можешь. Ты можешь. Отлично. Вы посмотрите, он двоих убивает здесь. Неприятно то, что Батрайдер, конечно, прилетел. Магический урон. Наверное, поэтому такие проблемы. Да-да-да, очень много магического урона. И обратите внимание, на Сларка действует способность от Бладсикера. То, что он не может исчезнуть. Это очень обидно, потому что у Сларка ульта работает, как вы все помните. Только когда его не видно. То есть, даже если он с нейтралами дерется, его-то нейтралы видят, как враги. Поэтому это не работает. То есть, нужно делать максимально так, чтобы враги не смогли вас распознать. Зачастую из-за этого пикают против Сларка Кровососа Бладсикера. Но, в принципе, это грамотно. Это грамотно. То есть, это часть такого контр-пика, скажем. Итак, что мы видим? Мы видим то, что Сларк собрал себе Фалькон Блейд. Давайте я вам напомню, дорогие друзья, что делает Фалькон Блейд. Он дает здоровье 200 единиц. Это дофига. 14 урона. Это немало. Тоже немало. Это немало. И 1.8 восстановления маны. Вот это прям супер круто. 1.8 маны. Это прям то, что надо Сларку. И посмотрите. У него вроде как маны... Ну, он использует способности, но у него нет необходимости покупать себе ларетки, мангусы. Потому что он может себе собрать артефакт, который ему маны будет давать. Это очень здорово. Это прямо избавляет от необходимости реально покупать много расходников, на них денег тратить. Так и так оно выйдет, но просто у тебя будет плюс золото и у тебя будет плюс урон. Кроме того, и тебе не надо будет часто заходить в магазин на себя, нажимать вот это вот. Вот эти вот много действий совершать не надо будет. И это очень здорово. И заметьте, Сларк сейчас у него счет 5-2-3. Ой, извините, 5-2-2. А, почти 3-2-2, да? У него счет 5-2-2. Да, он видит, что у него команда небольшие проблемы сейчас есть. И можно было бы в центре побыть. Но ему очень важно сейчас собрать вот эти артефакты, которые у него лежат. Лежат. Которые у него отображены в быстром доступе. Ему сейчас нужны деньги. Задача керри, фармить золото. Задача, ну допустим, какого-нибудь мидера, это получать опыт в первую очередь. Поэтому он в центр идет, чтобы там 2 человека не было, чтобы золото, ой, чтобы эксплунивать, никто не украл. Да, жалко то, что он не добывает, ой, не добывает, не добивает тавер. Но на самом деле это не очень страшно. Это вообще не страшно. Итак, десятая минута. И по традиции мы переведем на общую ценность. Потому что, ну, крипы имеют значение до 10 минуты, чтобы смотреть, кто на сколько крут. Сейчас уже общая ценность будет больше показывать реальное положение вещей. Что мы видим? Мы видим то, что Сларк на третьем месте находится вообще в общем зачете. И на первом месте среди игроков второго клана. О чем это говорит? Это говорит о том, что пока что все очень даже хорошо. Но вот то, что его вот так толпой гангуют, это прямо очень нехорошо. Это третья смерть для Сларка. Он находится сейчас на пятом месте. Его прямо отбросило, но мы считаем то, что он между третьим местом и пятым. Обратите внимание, на первом месте стоит Бладсикер, он керри первого клана. И у него все хорошо с золотом, потому что он погиб всего один раз в тот момент, когда Сларк погиб целых три раза. Я думаю, если бы Сларк все это вот, ну, не погибал бы в дополнительных вот этих двух раз. И время бы не тратил на то, чтобы между базой бегать или еще чем-то заниматься. Я думаю то, что у Сларка бы спокойно уже сейчас было бы около 6000 нетворса. Вообще без проблем. Так, заметьте, он купил себе Блэйдов Алакрити. Для меня это, кстати, интересно, то, что он именно Блэйдов Алакрити купил. И по всей видимости, сейчас он будет собирать себе Диффьюзиал Блэйд. Диффуза будет собирать. Давайте подумаем, зачем нужны диффуза. Замедлять, естественно. И плюс там большое количество урона. Сларк урон нужен. Ловкость, Агилы, Скорость Атаки. Артефакт прямо идеально подходит этому герою. Сблизи использовать можно. Можно какого-нибудь, ну, я не знаю. Условному даже Магнусу можно это швырнуть. Ему тоже будет очень неприятно. Вот. Единственное, мне вот интересно, почему он все-таки отказался от идеи собирать, орчить Малэйвеланс. Потому что это тоже довольно-таки сильный артефакт на Сларка. Особенно учитывая то, что противники все могут как-то противно что-то сделать. Вот представьте, если бы сейчас Сларк собирал орчить, да? Что интересного было бы для нас? Сларк кидает орчить в условную Мирану. Все, она не убежит. Сларк кидает орчить в Бэтрайдера. Он не нажмет Firefly. Можно кинуть в этого, который Сларк кидает, и он тебе Сларк не кинет в ответ. Хотя, конечно, можно подгадать первым скиллом, но просто не нужно будет так сильно напрягаться. Это очень круто. Так, Сларк наносит хороший урон. Но, конечно, его пробивает тоже очень сильно. Это прямо неприятно. Да, я, если честно, думал Сларк тут что-то вытянет. Ну, вот не получается, не получается. Блин, это такое... Ну, это кровавая баня просто. И посмотрите, четыре парня из второго клана погибают. Да, и враги еще что-то там пишут. Чат типа, ха-ха, вы лохи. Это я вам с китайского перевожу. Вот один пишет, ты лох. Второй пишет, ты сам, короче, лох, говорит. Да, вот Мирана пообщалась. Два саппорта пообщались. Смирана с Растой. Друг друга так пооскорбляли чуть-чуть, погавкали друг на друга и все. Ну, ладно. Так, Сларк продолжает фармить. Он сейчас на четвертом месте. Нужно ему как-то выбираться. Выбираться из этих 5300 на Творце. Хотя бы какой-то результат нужно показывать. Заметьте, ничего не видит плохого Сларк в том, чтобы купить Сентрики. И если он вдруг увидит то, что его ультимейт где-то вдруг не работает. Нет. Видите, он прямо активно смотрит. Опа, тут меня видно. Ага, а тут не видно. И думает, куда поставить. Ага, не тут. Значит, где-то тут, наверное. Опа, поставил. 158 золота получил. Это очень наглядно, потому что на 2 Сентрика он потратил стольник. А тут он получил 158. Плюс он лишил врага Вижена. Плюс он еще и получил опыт. То есть его чистый навар это 58 золота. Плюс экспириенс. И самое главное еще, он врагов лишает Вижена. Это очень круто. Пользуйтесь, дорогие друзья, кто играет на Сларке. Никогда не поздно купить себе несколько Сентриков. И сделать полезное дело не только для себя, но и для всей вашей команды. Это прямо супер круто. Так, сейчас мы видим то, что 2000 преимущества у первого клана. Это преимущество, я помню точно оно еще с тех пор, как... Четырех человек убили из второго клана. То есть довольно-таки давно уже. Там минуты полторы точно висит. Так-так-так, ульта была нажата, все нормально. И сейчас надо сваливать. Блин, вот очень хороший первый скилл. И сейчас можно нажать второй. Вы видите, он не нажимал второй тогда, когда рядом был Магнус. Потому что он мог бы прыгнуть и зацепиться за Магнуса. Он все сделал правильно, он убежал. И команда подоспела. Самая главная задача Сларка, то что он заслуга Сларка. То, что он пережил. Пережил вот этот вот берст. И стан ему нипочем, потому что он нажал свою способность. Да, и его команда уже разрывает. То есть даже если ты сам, может быть, в каком-то определенном моменте не показал себя как крутой боец. То есть зато не слился, это тоже круто. То есть обломать врагу все. Это прям супер круто. И заметьте, было две тысячи преимущества. Сейчас они вот троих парней их забрали. Теперь уже только тысячу преимуществ. Даже написано меньше. Вот, вот, уже равные. Равные бабки. То есть они две тысячи золота сейчас отбили вообще без проблем. Скажите, насколько это круто? По-моему, это прямо просто супер. Мне прям это очень нравится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень по-хитрому напали в троике. И суетой разобрали. Но тут от этого ты никак не убежишь. То, что трое напали. Тут ты ничего не сделаешь. Я просто не знаю, как бы другой игрок себя повел. Но, может быть, успеть закупиться. Если понимаешь, что уже Габелла. Да, в таких ситуациях надо успевать закупаться. Скорее всего. Я думаю, тут больше ничего не сделаешь. Так. Ух ты. Как хорошо нажимает даггер Раста. Это что-то с чем-то. Сларк появляется. Сларк вырывается. Начинает наносить тонну урона. Просто устраивает кровавую баню. Расправляется со своими противниками. Самое главное, что наносит урон. Ой. Кстати, заметьте, попал он в этого. В лечах стрелой. Это прикольно было. Лич, наверное, закупался на базе или что-то такое. Ну, нажал. Ох ты, ох ты. Вот сейчас, я не знаю, как-то, как-то, как-то надо давать. Цепляй его. Ну. Че-то, че-то не цепляешь ты. Ну, просто бегает туда-сюда. Я не знаю, как-то странно выглядит то, что Сларк сейчас по бегушке такие устраивает. На самом деле, для меня это выглядит необычно. Ну, но зато тут руна двойного урона есть. Руна двойного урона добавляет базовый урон. А базовый урон добавляет из-за того, что у Сларка третья способность высасывает именно статы. Она дает ему базовый урон. Если вы не знаете, что такое базовый урон, ребят, посмотрите, пожалуйста, вот. На ваших экранах вы видите внизу мою камеру и справа лицо Сларка. И рядом с лицом Сларка, самая вверху вещь, это такой мечик нарисованный. И слева, как бы, бесцветные цифры, да, серенькие. Ну, будем называть их белые. А справа зеленые. Так вот, зеленые это все, что дополнительное. А все, что белое, это называется базовый урон. Если у вас есть ловкость, например, и вы ловкач, вам каждая единица ловкости будет добавлять единицу урона базового. И, допустим, любая, допустим, аура Vengeful Spirit, либо аура Волка, которого вы подчинили с помощью Helm of Dominator, будет добавлять вам именно к базовому урону, а не к вашему прибавочному вот этому урону бонусному. То есть, базовый урон, это хорошо, когда у вас есть чем его усилить. С другой стороны, к примеру, когда вы играете за Сларка, либо за Марфа, против вас может запросто и весьма успешно пикаться Питлорд, потому что у него аура, она тоже снижает базовый урон. Или, например, из Владмирс Офференда собирается Рейс Пакт, он тоже снижает базовый урон. Поэтому в какие-то моменты базовый урон может стать причиной тому, чтобы у вас кто-то пытался за контрпикать героям, которые срезают этот базовый урон. Или, например, у Тимбера, да, есть способность, которая снижает, там, статы сбривает, да. У Драгон Найта Огненное Дыхание, оно тоже сбривает, по-моему, урон, да. То есть, в эти моменты базовый урон, это прям плохо. Но когда вы берете ДДшку, играя за Сларка, базовый урон это как раз таки то, что вам надо. Вот. И на это обращать внимание определенно стоит. Реально круто. Ну, для всех. Так, ух ты, ух ты. Хорошо Лич себя показывает, хорошо замедляет. Но Монлайт Шадоу. Ага. Так, ну Монлайт Шадоу прям очень сильно работает. Хорошо себя показывает Монлайт Шадоу. Да, конечно, нужно что-то с этим делать. А если что, я читал сообщение с телефона. Важное сообщение, написали. Так, смотрит Джойбой. Ох ты. О, ты хорошо, хорошо. Агар Акс нажал. Прямо вовремя успел. Неприятно стало чуваку. Я хочу сказать, у Акса очень красивый набор. Давайте мы все-таки посвятим секундочку тому, чтобы посмотреть наш шмотку Акс. Так, он в труханах. И тут написано Акс. Ребята, кто знает, что такое Гачи Мучи, напишите в комментариях и поставьте лайк. И вам вот это вот 100% очень понравится. Этот Акс вам зайдет. Вообще отлично. Молодец, чувак. Интересно посмотреть на автора этого костюма. Он, наверное, реально фанат Билли Херингтона. Пришел уже с гемом ходит. Сларк. Движний кует. Так, ну Акса забрали. Мы только что хвалили Акса за его труханы. Но его уже забрали. Так, ну и Сларк, как вам сказать. Умный. Он не ведется на вот эту провокацию. Особо никак-то не идет, не напрягается. Все правильно делает. Так, и заметьте, пожалуйста, по деньгам, по общей ценности, первое и второе место делит Сларк. И... Делит Сларк и Стрегвир. Вот этот, Блодсикер. Кстати, я даже и фаникнейм из первой доты, словно Стрегвир. Блодсикер, Блодсикер, конечно. Ух, какие плюхи. 164 базового урона уже. И смотрите, собирают еще другие артефакты Сларк. Ну, планируется брать. Ну, вот этот ген, я думаю, был прям суперхорошим, потому что Сларк ходит, видит Сентрики. Сларк также видит... Что он видит? Видит апсы, да? То есть он может уничтожать практически все ворды, весь вижен, который он на своем пути повстречает. Ух ты. Блин, как... Ну, вы видели? Он на себя передел... Он на себя эту штуку взял и снял первым скиллом. Супер. Так, ну, надо помогать, наверное, своему товарищу. Да, правильно. Не застопил. Не решил не стопить. Все вообще отлично сделал. С уважением отнесся ко своему напарнику. Прям супер кайф. Хорошо отношусь к этому. Так, ну все, восстанавливает себе ману. Даже мана понадобилась ему. Ну все, напрягает врагов. Ух ты. Там внизу показался вот этот опасный персонаж, и он в инвизи, Moonlight Shadow у него. У-у-у. Хорошо, что есть дружище, там же враг. Ну-ну-ну-ну-ну, ты что, ты что? Ну хорошо хотя бы... Это хорошо даже то, что они взяли и ульту... Это хорошо то, что они ульту отдали в личах. Типа, а толку, в личах бы все равно тут по не зарешал. Но вот так затанковать какие-то ульты противников, это зачастую очень даже хорошее решение. Так что, ну лично себя показал. Прям очень хорошо. И наш игрок S-C-C-C, наш замечательный китайский проигрок, я напомню, выигравший 1 миллион 285 тысяч долларов. Он, типа, на деле доказывает то, что его имя не просто так называется. S-C-C-C, ну не имя, точнее, а не кайф. Вот, я, кстати, про него не сказал такую вещь, тоже важную. Этот игрок S-C-C-C, он последний коллектив, в котором он играл, назывался E-Home. E-Hobby. Так что, возможно, вы его... Ну, да и даже невозможно, наверняка вы его знаете, если следите за проиграми, за киберспортом, если следите, наверняка знаете. Ух ты, вы смотрите, что, запрыгнул, и, а прикиньте, он бы тыщку получил, или, не знаю, Сларк бы второй скилл нажал, он бы его прям там бы исхавал, скорее всего. Да-да-да, хорошая идея. Да. Уничтожает Вижн, прям вот эти вот 900 золота, которые имеет Сларк, они окупаются. Даже не в плане того, что он золото там нарубил на том, что он вражеские эссентрики уничтожает, он врагам просто мешает. А, ты, кстати, не убежишь от этого. Посмотрите, круто. Круто, круто. Ты никак не убежишь, и ты на себя пытаешься инвиз какой-то кидануть, но у Сларка гем, и он начинает. Мы-то привыкли, то, что детекшн есть только у саппортов. Правильно? А тут такой момент, то, что не у саппорта, а у самого главного борца, у Сларка, детекшн, и ты ничего не уже не сделаешь, ты никак не убежишь, если ты, там, не знаю, тот же, Бэйн Элементал. Правильно? Вот пишут ребята на китайском транслите, пишут, Так, зачем ты купил гем? Почему ты это сделал? Почему ты решил именно купить гем? Почему ты не купил какой-то другой артефакт? Ты специально для того, чтобы саппортов унижать, это сделал? Вот. И он картинку Пуджа отправил. Ну, не знаю, что ему ответит Сларк. Это уже, подождем, напишет, не напишет. Так, у второго клана Оверфарм 9к. Заметьте, первые два игрока. За второй клан. Вторые два игрока, то есть третье, четвертое место. По надворсу имеется, естественно. Он пришел за своим детекшеном. Как же тут? Этот детекшен помогает эти сосульки отлетать туда-сюда, чайнику. Блин. То есть, вот посмотрите, один артефакт, купленный на минуте, там, 10-15, и его просто не теряя, это превращается в очень крутое преимущество. Это, ребята, для нас, для всех урок, от проигроков реально часто вот. По таким фишкам можно научиться разным штукам. Понимаете? Вот так что... Так что все очень складывается хорошо у игроков второго клана, у игроков второго клана. Ох, какой асс, вы посмотрите, гачий мучерик. Залетел туда-сюда. Отлично. Что важно, прошу обратить внимание. Сларк купил себе шард. И смотрите, вот, например, киданул ульту свою, товарищ на Магнусе. Сларк туда киданул свой шард и своих товарищей спас. Потому что он на союзнике в кино. То есть они регенят и их таргет выбрать нельзя. Это очень крутая имба. И это реально грамотная вещь. Вот так покупать шард на Сларка. Я не знаю. Наверное, один из лучших шардов в патче 7.32b. Ну и кроме аганима шарда, Сларк еще и покупает аганим скипетр. Давайте я напомню вам, кто забыл, что делает скипетр. Дает способности заряда и увеличивает дальность прыжка. 1200 дальность прыжка. Это примерно дистанция, с которой снайпер стреляет. Это очень дофига. И если ты хорошо умеешь прыгать, если ты хорошо умеешь второй скилл нажимать, то даже можно без блинка обойтись. То есть, грубо говоря, нужно просто подгадать, посмотреть. Ох, посмотрите, как же круто нажимает свою способность. Как круто, как круто. Ну, вроде как, видео про Сларка, но личи прямо мне не меньше нравится, чем Сларк. Я на этого лича смотрю, думаю, блин, где ты, откуда ты взялся такой гений реально? Прям супер. И мне так кажется, что они уже будут заканчивать эту катку. И враги, мне кажется, вряд ли захотят дефать против такого великолепного Сларка, у которого и аганим, и диффуза, и Саша Яша, он еще и Сашу Яшу себе купил. У него 2500 хп, у него большой реген, 136 реген, это ему сейчас закинули способность, он под этим, под рапчер, бегает прям. А если он ульту нажмет? А если ему дизейбл какой-то киданут? У него, у всего, ой-ой-ой-ой, под фонтан побежал. А, и смотрите, вот этот, лужин стихон, то есть, просто взял и унизил всех еще и под фонтан. он реально круч. Согласитесь, что чувак реально круч. Мне прям это очень нравится. Я получил огромное удовольствие, смотря это триплы, дорогие друзья. я надеюсь, вам тоже понравилось. Если понравилось, обязательно ставьте лайки. Итак, дорогие друзья, мы посмотрели великолепную игру, которую нам показал игрок ССССР. ССССР. Китайский проигрок, играл на Сларке, счет 14-5-19, это очень классный счет. Мне лично игра очень понравилась. Большое вам спасибо за просмотр, с вами был Вениамин Вальдемарович, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok